Всем огромный привет! Меня зовут Аня. Спасибо, что заглянули на мой канал. И сегодня мы с вами будем замешивать все мои тональные крема, которые на данный момент есть у меня дома. Делать свой тональный крем. Вот это вот что-то непонятное. Оно, кстати, у меня на данный момент нанесено на мою кожу. И если вам интересно, что у нас получилось и вообще, как это себя ведет в течение дня, то погнали, сейчас все будет. Что? Я подготовила вот такую вот баночку, в которую буду наливать тональный крем. И давайте брать по очереди. Первый бибикрем вот такой вот от Холика Холика Шиммеринг. Так, буду добавлять по чуть-чуть, по одной такой. Блин. Ой, мне уже страшно, потому что, ну, тонов я почистила, конечно, но у меня их все равно много. И они все очень разные. Далее Giordani Gold у меня в оттеночке, в самом, по-моему, светлом порселайн. Здесь SPF 12. Берем пипеточку. Капаем. Угу, готово. Кстати, вы запоминайте те тональные крема, которые бы хотели потом, возможно, чтобы я там обзор какой-то сделала. И сделаем с вами тогда. Напишите. Дальше NYX в оттенке Light Clear. Вот такой вот капельный тон. Я надеюсь, вам что-то видно. Добавляем. Дальше у меня вот такой вот тон от Misha в оттенке 21. Это BB крем корейский. Ой, блин. Его аж много плюхнуло. Вот шиш. Ладно. Буду потом мыть свой фотофон. Что поделать. Два оттенка крема моих любимых. Это Match Perfection. Самый светлый оттенок, который 0,10. И оттенок 100. Очень люблю эти тональные крема. Про них не раз уже говорила. Они классные. Дальше. Вот такой вот крем у меня есть. Иллзор. Крем 5021 оттенок. Оба-на. Да. Он прям густой-густой. На BB крем он не похож совершенно. Дальше. Про него мы с вами тоже уже говорили. Это NYX HD. В оттенке 101 Nude. Пип. Добавили. Так. Ой. Чем дальше, тем страшнее. Правда. Далее. Сейчас немножко только его встряхну. Ревлон у меня Colorstay. Тоже самый светлый. Для комбинированной жирной кожи. Оттенок 150. Так. Фиганули. Он, кстати, светленький. Классный. Есть у меня вот такой вот тон. Фармаси. Это CC крем. All in one. Light to medium. Ой. Многовато его получилось. Ну ладно. Вот мне, если честно, страшно. Потому что у меня много тонов, которые мне темноваты. И что это получится в итоге, я фиг его знает. Далее. У меня есть очень плотный тон. Вот такой вот от Zinamina. Он 3 в 1 foundation. С SPF 15. В оттенке 208. О, да. Он прям такой тугой. Тугой и плотненький. Далее. Вот Healthy Mix. У меня серум. От Bourjois. В оттенке 51. Добавляем. Из белорусских у меня остался один после зачистки. Это Belita Young. Его я, в принципе, иногда использую. Даже подмешиваю. И что я его очень много добавила. Ладно. Переживем. У меня тут кое-каких кремов нету. И они, к сожалению... Я даже не знаю, где я не нашла. У меня один Chanel был. Еще BB корейская. CC корейский. И что-то я найти не могла. Ну, ладно. Будем работать уже с тем, что есть на данный момент. Armani Luminous Silk. Добавляем. Тоже самый светлый оттенок. Номер 2. Вот такой вот крем Optimals от Ariflame. Light. А, просто light. Просто оттенок light. Но он реально... Для меня он темноват. Блин. Фуф. Тут просто смешение темных, светлых. Рыжих. Персиковых. Вот такой вот Evelyn. Про который мы с вами не так давно разговаривали. В оттенке 05. Классный тональный крем. Вот прям этот мне очень нравится. Добавляем его. Он прям такой жиденький. Немножко летученький. Дальше. У меня вот такая BB от Eva Mosaic. Она у меня в оттенке слоновая кость. Вот когда кожа в хорошем состоянии, она очень хорошо мне подходит. Так, добавили. Носик тоненький. Выдавливается сразу немного. Дальше тогда с вами добавим жидкий лифт от Make Up For Ever. Он у меня в оттенке 4. Он достаточно темный. Ну, что поделать. Добавили его. Новинка. Не так давно запустил буржуах L7X линейку BB, базу и пудру. Пудру я прям очень сильно люблю. BB неплохой. Но он хорошо работает в случае со мной только с самой пудрой. Ну, попробуем. Добавим в оттенке light. Светленький. Ну, в принципе, здесь я ориентируюсь в среднем на себя и мною подобных. Так, смотрите, я добавлю сюда миксер от NYX, потому что некоторые люди для каких-то образов и так далее добавляют его как тон, используют его как тон. Ну, а я просто схитрю и добавлю просто для интереса белого миксера. Ну, почему бы и да. Вот. Один из любимых тонов для работы Max Factor Healthy Mix в оттенке 40. Он реально очень хорош для съемок, если там кого-то нужно красить для фото. Дальше буржуах L7X. Вот такая вот стеклянная бутылка тоже в оттенке 51, самый светлый. Добавляем. Мой неизменный фаворит это Artvisage в 201 оттенке. Даже жалко добавлять, потому что я его прям очень люблю. Далее вот такой вот Wet n Wild Photo Focus в оттенке Soft Ivory. Опа, гляньте, какую красоту сделала. Что-то я... А, вспомнила. У него такая лопатка, поэтому сейчас просто вот так вот сделаем. Я надеюсь, это будет по-честному. Оп, вот, все, ништяк, добавился. Так, и напоследок я просто добавлю ложку такого дегтя. Вот вам не передать словами. Это минеральный тон Moon Lagoon Siberia Glow. Он очень странный, очень жирный. Мне кажется, именно он нам все и испортит. То есть, если еще все эти тона было бы ок, то вот этот, друг, мне кажется, просто сделает какой-то полный фейл. Вот, собственно, вот наша банка. И сейчас будем замешивать. Впателем сейчас замешаю перед вами. Боже мой. Если это будет какая-то инновация и что-то мега крутое, то я смогу кому-нибудь налить такого тона. Обращайтесь. Тон я смешала. Текстура, кстати, в принципе, достаточно такая неплохая получилась. Он не густой, нормальный. Но у меня, в принципе, я выбираю такие не очень плотные тона для себя и их большинство. Но оттенок явно мне будет прям очень и очень темным. В общем, тут вам, наверное, ни черта не видно. Но сейчас я просто приближусь к вам. Будем с вами этот тон наносить и проверять, что же у нас получилось. Волосы я собрала, убрала. На лице как раз у меня кое-какие пятнышки остались от все тех же стрессов и так далее. Ну, вы уже в курсе, не суть. Будем наносить, будем проверять. Как раз-таки скроет мне что-то или нет. Насколько мне там понадобится консилер. Аромат получился, знаете, какой? Вот конкретно как пахнет вот этот Wet n' Wild такой краской, химотой. Вот он перебил вообще все ароматы всех остальных тонов. Так визуально, в принципе, оттенок получился, ну, более или менее подходящим для многих девочек. Текстура такая достаточно, ну, не густая, не жидкая. То есть он вот такой, такой средней плотности. В общем, давайте пробовать наносить. Я тут шпателем загребаю на руку себе. Наносить буду бьюти-блендером, потому что это мое любимое. Мой любимый метод нанесения. Сейчас тут шпательком остатки вот сюда сниму. Фу, с богом, с богом. Бьюти-блендер влажный. Я буду сегодня просто человечек-персичек, потому что он реально взял среди всех темных тонов все самое темное, золотистое, рыжее и персиковое. И я сегодня, походу, буду очень красивой. А у меня сегодня важный день. Ну, точнее как, длинный день. Я поеду сегодня еще на одну лекцию вечером. Перед этим нужно съездить по работе, по делам. Короче, как-то уже грустно. Походу, сегодня кое-кто в этой, в чем-то с горлом вообще нужно будет выходить. Получается у нас оттенок, сразу видно, что темный. Будем сейчас немножко на шею спускать. Оттенок темный. Покрытие вот так вот спонжем среднее. Пока что на лице вот конкретной текстуры тона я не вижу. Но он такой, не на глухоматовой. В общем, давайте сейчас продолжим наносить. Потом, как уже нанесу, подключусь к вам. Ну, смотрите. У нас с вами достаточно такое живое покрытие. Полностью пятна, там, постакне и так далее. Он не перекрывает. Общий тон лица, в общем и целом, выровнялся неплохо. То он такой, ближе к сияющему, мне кажется, что он очень быстро начнет жирниться на лице. Вот. Здесь на подворотке, там, где у меня есть какие-то такие шелушения, они подчеркнулись. И тон, на самом деле, на лице тут очень даже видно. Ой, в общем, сейчас доделаю макияж. Ну, там, консилер, какой-то минимальный мейк сделаю. И вернусь к вам уже в готовом образе. В общем, что я хочу сказать в итоге. Вот так вот выглядит мой полный макияж. Если честно, то буквально через 10 минут после того, как я нанесла мейк и, точнее, тон перед вами, он постепенно начал усаживаться. Как это, в принципе, чаще всего со всеми основами и бывает. И более или менее нормально стал себя вести. Я добавила консилер, но он чуть более светлый. Эссенс, который в 005 оттенке, камуфляж. Вот как раз не так давно, скину ссылку обязательно, я делала топ-5 продуктов на бренд Эссенс, и там этот консилер был. Он такого среднего покрытия, я его добавила под глаза. И точечно на высыпание как раз осветлило немножко тон. Просто припудрила зону под глазами на лицо пудру я не наносила, забрызгала гидролатом. Ну, как обычно, хайлайтер добавила, кремовый от Luxe Visage. Немного бронзера и румяна. Ну, и, собственно говоря, там помада, тени, немножко гель для бровей. Ну, в общем, вот весь макияж. И на данный момент, вот, в камере мне очень нравится, как это выглядит. В принципе, выглядит все неплохо и хорошо. Он уселся гидролатом и попшикал, это как обычно, все хорошо уселось и красиво. В общем, я к вам вернусь еще вечером, просто покажу результат. И, возможно, либо голосом поверх запишу, либо, если будет такая возможность, сразу поделюсь своими впечатлениями, как это носилось и, в принципе, как этот тональный крем повел себя. В общем, и целом, пока что, в принципе, может быть, этот тональный крем, вот этот замес останется у меня на время, и я буду использовать его на съемки, если вот так вот он в камере будет выглядеть хотя бы по часу-два. Это уже просто отлично. В общем, увидимся с вами еще вечером. Ну, и там уже с вами попрощаюсь. О, полтора часа после нанесения я собираюсь выходить из дома. Решила вам показать. Ну, что хочу сказать. После 12 часов носки, ну, уже такое себе лицо прям блестящее. Покраснения пооткрывались, и вылезло два новых или даже больше таких мини-прыщика. Поэтому я говорю, к сожалению, нет. Ну, а вам спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.